МОРДОВИЯ МОРДОВИЯ В Ковылкинском, Рамадановском и Розаевском районах. Согласно договору на расчетный счет индивидуального предпринимателя была перечислена субсидия на возмещение части затрат в сумме 4 млн 586 тыс. рублей. Чтобы получить больше денег из бюджета, злоумышленница решила эффективно увеличить количество поездок жителями Мордовии с использованием единой социально-электронной карты. С этой целью она под угрозой увольнения давала указания водителям, находящимся в ее подчинении, под различными надуманными предлогами получить в их пользование социальные карты пассажиров, после чего искусственно увеличить совершаемые ими поездки. Таким образом, в период с января по декабрь 2019 года подозреваемая неправомерно получила компенсацию в сумме 1 млн 991 тыс. рублей, которые потратила на личные нужды. Аналогичным образом, в 2020 году она совершила хищение еще более 844 тыс. рублей. Преступная деятельность подозреваемой пресечена сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. В настоящее время размер ущерба 4 млн, однако до настоящего времени ущерб окончательно не установлен. Проводится расследование и по итогам расследования будет установлен окончательный ущерб, причиненный бюджету Республики Мордовия. С целью закрепления доказательной базы и установления лиц, причастных к совершению преступления, следственные органы обращаются с просьбой к гражданам, пользующимся правом на бесплатный проезд, которые в период с 2019 по 2020 годы, будучи введенными в заблуждение, передавали в пользование третьим лицам свои единые социальные карты, сообщить о данных фактах правоохранительные органы. За поножовщину и предоставление помещения для употребления наркотиков 20-летний житель Саранска окажется на скамье подсудимых. В ночь на 27 июня в дежурную часть 4-го отдела полиции Саранска поступило сообщение о госпитализации от одного из домов по улице Коваленко с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки 16-летнего местного жителя. В ходе выезда на место происшествия сотрудники уголовного розыска установили, что ножевое ранение подростку было нанесено в квартире ранее судимого за незаконное хранение наркотиков местного жителя, куда потерпевший пришел с компанией общих знакомых. Во время произошедшего конфликта обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес подростку один удар ножом в область живота. Причиненное пострадавшему телесное повреждение повлекло тяжкий вред здоровью. Кроме того, установлено, что молодой человек сам употреблял наркотические средства и предоставлял свою квартиру знакомым для употребления ими наркотиков. В ходе следствия вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый признал полностью. Судом по ходатайству следствия в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Стоит отметить, что в текущем году он уже привлекался к уголовной ответственности и осужден условно за совершение преступления против жизни и здоровья. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В Мордовии заключен под стражу подозреваемый в угоне машины и грабеже. 6 сентября в полицию поступил звонок местного жителя, который пояснил, что некоторое время ему позвонил товарищ, водитель службы такси, и сообщил, что неизвестный угнал его машину, избил и похитил денежные средства в сумме более 8 тысяч рублей. При этом потерпевший не знал своего точного местонахождения. После этого у него сел мобильный телефон. С помощью GPS-мониторинга было установлено, что угнанный автомобиль находится в Лямберском районе. По указанным координатам выехали сотрудники полиции. Подозреваемый был задержан на месте преступления. При этом местонахождение потерпевшего оставалось неизвестным. Позже оперативники установили, что водитель смог убежать и пешком добрался до своего дома в Саранске. Как рассказал потерпевший, во время дежурной смены ему поступил заказ. Забрав клиента, он повез его в Лямберский район. Оказалось, что пассажир пьян, и в дороге он начал угрожать водителю физической расправой. После чего отнял ключи и заставил пересесть на пассажирское сиденье. Доехав до села Алтары, где проживал родственник злоумышленника, подозреваемый избил потерпевшего и похитил у него деньги. После этого клиент вновь сел за руль, заставив водителя вернуться в машину. По пути он остановился у автозаправочной станции. Воспользовавшись моментом, потерпевший смог убежать. В настоящий момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения, видя заключение под стражу. Свою вину он не признает. Проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. В Саранске разыскивают неизвестных, причастных к хищению рекламного штендера. Розыск объявил 3-й отдел полиции. Рекламную конструкцию, принадлежащую сервисному центру, расположенному по проспекту Ленина, унесли двое. При просмотре записи с камер видеонаблюдения установлено, что похитителям примерно 18-20 лет. Ущерб причиненной кампании составляет 4 тысячи рублей. Зачем молодым ребятам понадобился штендер, выяснит полиция. Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении указанных лиц, просьба сообщить по телефону 29 90 02 или 102. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова